Каждый месяц мы обсуждаем перспективы развития рынка труда Самарской области с экспертами Министерства труда, занятости и миграционной политики Самарской области и Департамента по управлению персоналом и кадровой политики аппарата администрации городского округа Самара. Вы смотрите программу «Самарская среда». Меня зовут Ян Далимов. Здравствуйте. С какого возраста подросток может начать работать? Как летом найти работу школьнику старших классов? Как работодателю правильно принять на работу подростка? В нашей студии Дмитрий Васюхин, консультант отдела охраны труда Департамента по управлению персоналом и кадровой политики аппарата администрации городского округа Самара и директор муниципального казенного учреждения городского округа Самара, молодежный центр «Самарский» Ольга Петрухина. Ольга Юрьевна, Дмитрий Владимирович, здравствуйте. Спасибо, что нашли время и пришли в нашу студию. Добрый вечер. Ну и с чего бы хотелось начать? Лето, каникулы, ассоциация традиционно, три месяца отдыха. И в то же время для подростка это время не только для отдыха, не только для расслабления. Это и возможность, возможность поработать. Вот хотелось бы поговорить об этом. На ваш взгляд, когда, с какого возраста подростку нужно начинать работать? Вот здесь ваше мнение как профессионала, но ваше время, ваше мнение, ну скажем так, как вот просто эксперта, как человека опытного. Ну, с точки зрения трудового законодательства, самостоятельный труд разрешен у нас с 16 лет. Но при этом мы понимаем, что молодые люди, девушки, работу начинают значительно раньше. В частности, с 14 лет при согласии родителей, при согласии органов опеки. Кроме того, если у нас работа не мешает образовательному процессу ни в коей мере и не наносит вред как физическому, так и нравственному здоровью, и об этом тоже следует понимать нашим дорогим работодателям, то, в принципе, труд у нас разрешен. Но при этом мы с вами не должны забывать, что у нас есть отдельные категории, так скажем, видов деятельности. Я говорю в данном случае, это цирковые артисты, артисты театра в том числе, в кино снимаются у нас. Если мы вспомним с вами тот же самый 17 новиней весны, помните, там маленькие, совсем грудные дети, они же тоже были артистами уже, они тоже снимались в процессе. То есть они тоже уже, по сути, работали. То есть, в принципе, по этим направлениям деятельности труд разрешен, практически ограничений практически не имеет. Ну, то есть, вот, а вы лично как считаете, с какого возраста целесообразно? Вот ваше оценочное суждение, вот как, ну, уже такого опытного человека. Вот когда надо молодому человеку, девушке, начинать работать? Дело в том, что все люди развиваются и складываются совершенно по-разному. Некоторые и в 10 лет уже настолько самостоятельны, настолько имеют жизненные цели и приоритеты. Ну, а некоторые и в 20 остаются еще практически малыми детьми. Поэтому мы должны, собственно говоря, исходить прежде всего из желания самого молодого человека, девушки, вступать в трудовые отношения. При этом мы должны понимать, что этот выбор должен быть осознанный. То есть, не из-под палки, грубо говоря, их туда заставляют идти родители или еще кто-то. Это должны дети, назовем их так, они должны самостоятельно принять решение, что им нужно участвовать, начинать свою трудовую деятельность. Ольга Юрьевна, вот ваше мнение, с какого возраста нужно начинать работать с подростку? Ну, я считаю, что вообще с 14 лет это идеальный вариант. И, может быть, даже не стоит ждать, когда там будет 16. Если уже появилось у подростка желание потрудиться, заработать первые денежные средства, я считаю, что это отличная возможность для профориентации подростка, для некой занятости в летний каникулярный период, для того, чтобы подросток все-таки овладел какими-то новыми знаниями, навыком, научился работать во взрослом коллективе, научился работать с наставником, посмотрел, что такое вообще культура труда. Это очень важно вообще при формировании взрослой личности, поэтому в подростковом возрасте это самый отличный период, вот именно получить первый трудовой опыт. Вот в Молодежный Центр Самарский мы предлагаем временную занятость, период летних каникул в рамках муниципальных и областных программ, да. Мы предлагаем некие такие вакансии, которые доступны по всем районам города, да. И очень часто бывает, к нам в Центр обращаются, скажем так, подростки больше 14-15 летнего возраста. Ребята, которым 16-17, очень часто сейчас пользуются, когда, скажем так, идут на вакансии коммерческих организаций. Это тоже здорово, классно, да, можно попробовать себя, там, я не знаю, также поработать в сети быстрого питания, там, да, или, я не знаю, в каких-то магазинах продавцом, консультантов. Самое главное, чтобы подросток ориентировался в том, как сказать, в той безопасности, которую предлагает организация. То есть, чтобы его рабочее место было безопасным, чтобы с ним, там, заключили необходимый трудовой договор, да, составили, там, иные кадровые документы. То есть, чтобы подростку впоследствии была, там, выплачена заработная плата, предоставлен отпуск, если требуется, если он работает долгое время, там, и так далее. Ну, то есть, ну, по сути дела, вот, 14 лет, вы считаете, это уже оптимально? Это вот тот срок, когда уже пора, особенно с учетом того, что сейчас дети, так сказать, растут достаточно быстро, и, в принципе, в 14 лет, ну, многие молодые люди, они уже возрастом, вернее, роста высокого, веса такого немалого, и уже, в принципе, можно начать делать что-то своими руками. Однозначно, да, и чем раньше, да, то есть, как наступило 14 лет, прекрасная возможность попробовать себя в летний период, да, там, в различных специальностях, на различных организациях, посмотреть, какая сфера деятельности нравится больше, да, какие виды работы нравится выполнять больше, да, насколько, там, подросток готов работать, там, долго, выполнять какую-то работу с документами, или все-таки подросток активен, и ему ближе какие-то подвигательные активности, или все же подросток более творческий, ему в дальнейшем надо все-таки выбирать работу более творческую. Но считаю, что, так как это период летних каникул, все равно надо не забывать у них о гармонии, да, что обязательно подросток должен, там, иметь возможность и поработать, и отдохнуть. Ну, это идеально. А вот как найти летом работу школьнику старших классов, на ваш взгляд? Ну, двумя вариантами можно пойти. Первый вариант – либо попробовать самостоятельно поискать, да, через, например, сайт о работе, да, и составить резюме, и направить резюме. Это, опять же, тоже классный опыт, положительный опыт того, что подросток сам ориентируется на рынке труда, он сам своими глазами посмотрит, какие вакансии востребованы, какой уровень зарплаты предлагают. Это будет его первый опыт составления резюме. Либо обратиться к нам в молодежный центр «Самарский». У нас вся информация представлена как на сайте, также можно проконсультироваться по телефону 262-52-47, 262-52-48. И мы собрать необходимый пакет документов для трудоустройства, мы назначим дату и время для оформления трудового договора, когда подросток приходит к нам в центр, мы с ним беседуем, то есть подбираем подходящую вакансию и трудоустраиваем. Ну и здесь тогда важнейший вопрос, начинается уже такой предметный. Давайте поговорим о документах. Какие документы нужны подростку? Причем, насколько я понимаю, там ведь есть разница 14 лет и 16. 14-15 и 16 лет старше. То есть вот что нужно иметь, что нужно заранее готовить? То есть, может быть, какие-то документы уже можно собирать, допустим, еще весной, когда лето не наступило, чтобы сразу же их предоставить? Ну вообще, давайте говорить в общем, для чего эти документы нужны. Неважно, в какую организацию он обращается, в наш молодежный центр или вообще подросток трудоустраивается. Ну да, просто к работодателю пришел. Да, к работодателю. Потому что первая реакция – собирать документы. Я считаю, что, во-первых, это прекрасная возможность приучить подростка некой правовой грамотности, чтобы он тоже ориентировался, для чего нужен этот пакет документов. Что это гарантия, опять же, тебе, как работнику. И опять же, это некие твои права в дальнейшем. В принципе, пакет документов такой же, как у всех взрослых работающих граждан. То есть это паспортные данные, СНИЛС, номер СНИЛС, ННН. При этом и справка с места учебы, как у взрослых работающих, которые предоставляют документы об образовании. В нашем случае это медицинская справка формы 086У. Если же подросток куда-то поступает, ну, скажем так, в коммерческие организации, то, возможно, какая-то медкомиссия нужна там, да, или медицинская книжка нужно уточнять. Заявление согласия от родителей, согласия органов опеки, которые, ну, на текущую дату еще действует этот документ для ребят 14-15-летних. И мы, так как мы учреждение, которое работает с детьми, нам необходимо предоставить справку об отсутствии судимости. То есть, в принципе, это тот пакет документов, который, ну, у подростков уже есть, да, паспортные данные СНИЛС, ННН, и потребуется, в принципе, вот, ну, обратиться в медицинское учреждение, пройти медкомиссию, взять справку с места учебы, то есть... Ну, вот вы сказали, СНИЛС понятно, ННН, вот вы меня сейчас, честно сказать, даже удивили. То есть, в принципе, подростку уже в 14 лет можно получить ННН. Я правильно понимаю? У нас у всех есть уже, я вам больше могу сказать, можно проверить через сервис налог.ру... То есть, в 14 лет уже подросток... С 14 лет подросток получает ННН? То есть, это вот как бы такой процесс уже... Ну, вот даже я смотрю, с 10 лет уже у нас сейчас номер уже присвоен, ННН, да. При наличии, если у него есть ННН, да, он, то есть, предоставляет номер. Если нет, то, значит, мы сами можем так же посмотреть. А, то есть, даже вот так, да? Да. Ну, и давайте тогда теперь вот перейдем к такому важнейшему вопросу, как обеспечение безопасности. Вот здесь есть две стороны. Есть сторона, это подростка, то есть, чтобы он, ну, как это, в таком же состоянии, в котором он пришел на работу, чтобы он в таком же состоянии с нее ушел. И, с другой стороны, это работодатель, который должен точно так же подростка принять на работу, и затем по окончании либо рабочего дня, либо там срока договора, чтобы подросток тоже ушел в таком же состоянии, поработав, заработав денег и не получив себе никаких проблем. Вот давайте об этом поговорим. Дело в том, что несовершеннолетние такие же работники. На них распространяются в полном объеме требования трудового законодательства, но при всем при этом нашим дорогим работодателям нужно понимать, что их трудоустройство, их работа на этих рабочих местах, она требует от работодателя значительно больше усилий и, соответственно, больше внимания к труду несовершеннолетних. Дело в том, что у нас существует ряд ограничений на труд несовершеннолетних. Это то, что их нельзя привлекать к ночным работам, то есть ночное время, их нельзя привлекать к работам за пределами установленного трудовым законодательством рабочего времени, а у нас сколько часов можно работать, у нас с вами идет ограничение, во-первых, по возрасту, а во-вторых, в зависимости от того, каникулярный ли это период или это в течение учебного года. Здесь тоже ограничения у нас идут, потому что нагрузки в течение учебного года, они должны быть уменьшены минимум в два раза. То есть может быть и меньше, и больше уменьшен, но опять минимум в два раза нормы выработки должны быть у них уменьшены. Кроме того, мы должны понимать, что несовершеннолетних категорически запрещается привлекать к работам с вредными и опасными условиями труда, то есть которые были признаны по итогам специальной оценки условий труда. На тех работах, на которых повышены риски причинения вреда здоровью наших работников. Ну и, конечно, не следует забывать, что несовершеннолетних категорически запрещается привлекать на работу различные ночные клубы, развлекательные учреждения, потому что там может быть нанесен вред их нравственному здоровью. Категорически запрещается трудоустраивать их на точке продажи алкогольной, табачной и наркотической продукции. То есть мы сразу их исключаем. Ну, а также подземные работы. То есть опять все, что находится под землей, тоже мы категорически их исключаем. Работники должны в полном объеме пройти обучение, пройти в полном объеме инструктажи по охране труда. То есть они должны понимать прекрасно, где они работают, как они работают, как именно они должны безопасно, в очередь выполнять эти самые работы. Не забываем также о том, что все лица до 21 года в обязательном порядке проходят у нас медицинские осмотры ежегодные. К лицам до 18 лет это требование, особенно внимательно к нему присматриваются контрольные и надзорные органы. Здесь следует понимать, что этот медицинский осмотр нужен прежде всего самому работнику, самому несовершеннолетнему гражданину. Потому что в этом медицинском исключении как раз у нас описывается, где может работать этот самый работник. Может быть он физически крепкий человек, он может какие-то манипуляции, связанные с применением физической силы. А может быть наоборот у него довольно хлипкое здоровье, ну и поэтому ему можно только бумажки перекладывать в офис. Это мы тоже должны в обязательном порядке учитывать. Работу с несовершеннолетними, в частности администрация города Самары ведет довольно активную. Уже несколько лет мы проводим открытые уроки по охране труда, где ребятам рассказываем в течение учебного часа рассказываем об их правах, об их обязанностях в области охраны труда, потому что про обязанности мы тоже ни в коей мере забывать не должны. У нас не только едиными правами полнится нормативная база по охране труда, но и обязанности в том числе они должны знать свои на рабочем месте. Мы всегда ребятам говорим о том, что они вступают во взрослую жизнь, вступают в трудовые отношения своим работодателям. Поэтому от них работодатель будет ожидать. То есть, соответственно, ожидания, которые предусмотрены трудовым законодательством. Об этом тоже ребятам следует понимать, что не только то, что им гарантирует государство, но и опять-таки на них тоже будет возлагаться некоторая ответственность. А вот вы сказали, что в ночных клубах… То есть, это как бы вообще запрещено или это тоже не рекомендуется? Потому что, допустим, в ночном клубе он тоже может работать, например, я не знаю, не в ночное время, а светителем. Я сейчас фантазирую. Или, я не знаю, сидеть на компьютере, что-то делать такое техническое. То есть, здесь вот как соблюсти вот эту грань? Ну, дело в том, что в ночных клубах очень часто деятельность связана с продажей алкогольной продукции. Ну, к сожалению, да. А на точках продажи алкогольной продукции, в принципе, несовершеннолетние работать в принципе не могут. А алкогольной, табачной продукции. Поэтому их чаще всего, в принципе, будем исключать. Ясно. В выходные дни нельзя. То есть, этот момент мы тоже учитываем однозначно. И все-таки основным, я считаю, тоже критерий по продолжительности работы, как мой коллега сказал, обязательно тоже надо соблюдать. В летнее время, например, подростки в возрасте до 14 лет, вернее, извиняюсь, 14 лет могут работать до 4 часов в день. Да, это их полная выработка. Ребятам, кому 15 лет, 5 часов в пятницу, 4. И 16-17 летний до 7 часов в день. То есть, 7 – это максимально, что они могут работать. В выходные дни нельзя работать. То есть, суббота, воскресенье – табу. Категорически запрещено. А 7 часов в день – это с учетом времени на обед или это, так сказать, чистого работы? Нет, чистой работы. Чистой работы. То есть, теоретически, с учетом того, что, ну, час времени на обед, например, может быть, тогда в 17 лет это уже получается полноценный 8-часовой день он может отработаться. Ну, с отчетом часового перерыва. Вот здесь тоже такой вот интересный момент. Кстати, а вот работа на высоте подросткам разрешена, запрещена? Нет, конечно. Они у нас относятся априори к опасным работам. Поэтому работу на высоте мы сразу с вами автоматически отключаем. Хотя, надо сказать, что за последние годы мы уже неоднократно снимали с крыш несовершеннолетних. Особенно, когда в зимний период нанимают не совсем, так скажем, благоразумные организации, нанимают их чистить от снега крыши. Работодатели должны понимать, что все риски в данном случае за жизнь, за здоровье этих самых несовершеннолетних, они берут на себя в полном объеме. И риски эти немалые, потому что... Конечно, вплоть до уголовной ответственности. То есть это реально уголовная статья, если что-то произошло? Конечно. Сам по себе факт допуска несовершеннолетнего к работам с повышенной опасностью уже является наказуемым деянием. Ну, а тем более, если в результате подобного деяния несовершеннолетний несовершеннолетний получит травмы или, не дай бог, лишится жизни, то это уголовно наказуемое преступление. Сколько можно получить? Ну, примерно. Ну, здесь опять-таки будет зависеть от степени тяжести, в том числе, это 143 статья уголовного кодекса будет опять следственными органами отдельно рассматриваться обстоятельства, то есть при которых произошел у нас несчастный случай, но сроки абсолютно реальные. То есть это не какие-то номинальные, действительно реальные сроки лишения свободы. Ну, понятно. То есть нужно четко понимать, что ты можешь оказаться в местах лишения свободы и не на один год. Конечно. Еще вот важный, наверное, вопрос по поводу профориентации. Вот давайте поговорим, вот вы говорили уже о том, что это, ну, возможность выбрать работу. Вот как понять, подходит работа, не подходит? Как вообще вот выбирать? Или, может быть, имеет смысл прийти, вот поскольку, ну, начиная, условно говоря, с 14 лет, у тебя есть там несколько вот этих летних калликулярных периодов, и, может быть, там сегодня ты поработал, там, ну, я не знаю, там, условно, там, продавцом, завтра ты поработал, там, пионер-важатом через год еще и так далее. Вот как вы считаете? Как лучше? Ну, вот моя экспертная точка зрения, опыт показывает, что как раз надо пользоваться вот такими возможностями, и каждый период, да, там, в 14-15 лет работать по разным специальностям, да, если, опять же, у подростка нету каких-то четких предпочтений, ограничений по здоровью, да, я согласна, что можно попробовать себя и помощником вожатого, да, и поработать где-то в офисе, и поработать на свежем воздухе, например, в таких организациях, как ботанический сад, с растениями, с оранжереей, да, посмотреть опыт этой работы. Может быть, поработать в каких-то детских центрах, да, где работают с детьми. И это очень важно, потому что у подростка сформируется некая картина того, что ему нравится, в каких организациях легче работать и так далее. Самое главное, чтобы выбор был, это именно подростка, потому что у нас очень часто все-таки родители навязывают мнение, и моя все-таки точка зрения – дать себе возможность подростку выбрать самому. И ошибиться, пускай, даже самому. И ошибиться самому, да, даже если что-то не получится. Задача родителей – поддержать дома, подсказать, может быть, рассказать о своем профессиональном пути, об их первом профессиональном опыте, да, у нас есть практически у каждого. И вспомнить свои воспоминания, что вам понравилось, что не понравилось, да, и какие выводы вы сделали. А уже возможность вот даже со сбора документов все-таки давать подростку самому, потому что, ну, буквально там через 3-4 года, это уже будут взрослые самостоятельные люди. И им самим выходить на рынок труда, который, в свою очередь, тоже очень требователен к соискателям, да, и подростку самому надо будет идти одному на собеседование, да, представлять свое резюме. И поверьте мне, работодатели обращают внимание на ту активность, которая была у подростка, ну, вот именно в подростковый возраст, работал ли он, участвовал в каких-то там конференциях, стажировках, каких-то активностях. Временным трудоустройством можно пользоваться, это, опять же, первый трудовой опыт, это трудовая книжка, сейчас она электронная, конечно. Я хотел сказать, трудовую книжку уже можно заводить, нужно. Да, у любого работодателя можно взять, может быть, какое-то рекомендательное письмо, да. У нас многие работодатели приглашают в последующем на трудоустройство, к себе, на предприятие, да, уже положительный опыт, да. Показать, может быть, приложить какие-то благодарственные письма от предприятий, тоже этот опыт есть, когда в конце трудового периода работодатель, ну, благодарит благодарственным письмом, ребят поощряет. Поэтому я считаю, что это прекрасная возможность именно получить, ну, не просто трудовой опыт и первые денежные средства, а вообще определиться с тем направлением, где хочется работать. То есть получить опыт и резюме начать создавать, собственно. Витя Владимирович, не могу не задать этот вопрос, вопрос важный. А доставщиком может работать молодой человек? Потому что сейчас профессия чрезвычайно популярная, и их много, осталось времени немного. Вот скажите вот кратко, можно-нельзя, и если можно, то при каких обстоятельствах? Мы должны понимать, что, во-первых, нам нужно понимать, где будет работать и что будет доставлять, соответственно, наш несовершеннолетний гражданин. Соответственно, в командировке мы его отправлять ни в коем случае не можем. Понятно, но вот по городу. По городу, опять-таки. У нас есть норма поднятия тяжестей по возрасту. Идет градация мальчик ли это, девочка, сколько лет подростку. Опять-таки, периодичность сколько раз, соответственно, поднимает эти самые тяжести. Если у подростка он входит в эти ограничения, если у подростка нету проблем с здоровьем, то, соответственно, никаких особых ограничений по данному вопросу у нас нет. Ну что ж, большое спасибо за интересную содержательную беседу. Я надеюсь, что после этого подростки начнут активнее приходить летом на работу, родители начнут им не мешать вот в этом процессе и давать им возможность набить собственные шишки и затем жить собственной жизнью. Ну а работодатели будут получать новых работников, потому что это для всех важно. Спасибо. В нашей студии, напоминаю, были директоры муниципального казенного учреждения городского округа Самара, молодежный центр Самарский Ольга Петрухина и Дмитрий Васюхин, консультант отдела охраны труда Департамента по управлению персоналом и кадровой политики аппарата администрации городского округа Самара. Всего вам самого доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова